Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мелец, с вами Сергей. Я думаю, у многих из вас, так же как у меня, после обрезки деревьев весной либо осенью, образуется огромное количество веток, которые приносят нам определенное неудобство, захламляют наш участок. Есть несколько вариантов, к примеру, вывести или сжечь эти ветки. Но опять же, вывозить дорого, а сжигать небезопасно, особенно когда осенью уже все сухо, то есть это небезопасно. Вот как раз для этих целей я приобрел себе садовый измельчитель веток от компании Rayobi. Модель на 3000 ватт, то есть достаточно мощная. И сегодня мы сделаем распаковочку, сборку, ну и естественно затестим. Поэтому давайте приступать. Поехали! Достал все из коробочки. Идет два вот таких вот колеса. Они пластиковые. Затем накладки на колеса, колпаки тоже пластиковые. Ключ, шестигранник, ось для колес, тоже толстая. Гайка, как видим, самоконтрящаяся. Толкатель тоже пластиковый. И инструкция. Дальше идет сам измельчитель. То есть сейчас, чтобы собрать, нужно ножки вывернуть и прикрутить ось. Ну и контейнер для сбора мульчи. Так, приступим к сборке. И защелкаем колпаки. Так, собрали наш измельчитель. Осталось установить контейнер. И в принципе все. Можно идти работать. Все, защелкнули. Немножко хотелось бы заострить внимание вот на этом узле. Здесь у нас контейнеры. И есть вот такая ручка. Вверх и вниз. Смотрите, когда мы поднимаем ручку, у нас появляются два штырька. Если они у нас опущены, и мы задвинем контейнер, то наш измельчитель веток не включится. Обязательно, чтобы работал измельчитель, нужно вот этот рычаг поднять кверху. Все, теперь наш измельчитель будет работать. Что касается панели управления, здесь все очень просто. Клавиша включения, клавиша остановки и клавиша реверса. То есть при помощи данной клавиши мы можем вращать фрезу в обратном направлении. Также здесь присутствует термореле. Вот такая клавиша. То есть двигатель оснащен защитой. При перегреве он отключится. Нужно подождать какое-то время. Затем нажимаем на клавишу и можно снова приступать к работе. Кстати, что касается веток, максимальный диаметр веток, который здесь поместится, 45 миллиметров. Внизу находится вот такая рукоятка. При помощи данной рукоятки мы регулируем расстояние между ножами и пластиной. Итак, друзья, есть вот у меня вот такая куча веток. И сейчас попробуем с помощью измельчителя избавиться от данной кучи. Для начала попробуем вот такую тонкую ветку. Обязательно очки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, минут 10-15 я уже поработал. Как видим, крупные ветки вот здесь убрал. Ну и у меня, в принципе, наполнился контейнер. Смотрите, вот так все это получается. То есть, меленькие веточки бывает не перерубает. Как видим, да? Крупные рубят. Ну и тем более, в данный аппарат лучше, конечно, заряжать сухие ветки. И не забывать, вот здесь контейнер, он вперед наполняется. Затем фреза может забиваться. То есть, периодически нужно немножко отсюда убирать, если мы хотим, чтобы контейнер наш полный был под завязку. Друзья, нашел вот такую сухую ветку. Она с учками, смотрите. Довольно-таки толстая. И сейчас покажу, как сухие ветки съедает этот аппарат. Довольно-таки толстая. Довольно-таки толстая. Так, у меня уже он, наверное, полный. Вот, смотрите, вот сырые ветки. Да, и вот сухие, смотрите. Смотрите, как мелко. Просто. Вот здесь уже получается щепа. Вот. Ну, а мокрые ветки он вот, видите, такими, как бревнышками маленькими мельчит. Ну, для меня этого будет вполне достаточно. Смотрите, уже заканчиваю. Остался еще прям буквально немножечко. Это у меня получается третий контейнер. Напомню, в нем 55 литров. Друзья, ну, и давайте подведем небольшой промежуточный итог. О каких-то глобальных плюсах и минусах говорить еще рано. Но хотя я переработал целую кучу веток, и уже могу для себя отметить какие-то плюсы и минусы. Что касается плюсов. Он компактный, легкий, удобный. Его легко перемещать по дачному участку благодаря колесам. У него легкая панель управления, справится даже ребенок. Три клавиши, включение-выключение, реверс. Ну, и, конечно же, самый основной плюс, и это его мощность. Какую бы ветку сюда вы не поместили, все это он переработает. Но хотелось бы заметить, что с сухими ветками он борется намного лучше. То есть измельчает он их лучше. Пример я вам показывал. Ну, что касается минусов. Вот этот контейнер я, конечно, сделал прозрачный. Почему? Потому что, когда мы перерабатываем ветки, вся основная часть мульчи падает вот в эту часть. И периодически нужно ее выравнивать. Если мы контейнер хотим набить под завязку. Если был бы он прозрачный, то было бы намного проще работать. Мы бы знали, когда нам нужно его достать и выровнять. Здесь есть смотровые окошки, но, опять же, для меня они очень удобные и очень маленькие. Также здесь короткий шнур. Но, опять же, все это делается в целях безопасности. Кстати, хотел сказать, что удлинитель для данного измельчителя нужно выбирать сечением провода не меньше двух с половиной квадратов. Потому что измельчитель очень мощный. Ссылочку на измельчитель я оставлю внизу под описанием. Можно будет пройти, ознакомиться, узнать актуальную стоимость на данный измельчитель. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.